Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире «Формула права». С вами я, Анастасия Ибрайчева. Обсуждаем мы сегодня тему весьма и весьма непростую. Мы говорим сегодня об игорном, лотерейном и букмекерском бизнесе. У меня в гостях Константин Макаров, кандидат юридических наук и исполнительный директор ООО «Бинго Бум». Доброе утро. Доброе утро. Константин, ну вот скажите, пожалуйста, чем регулируется и в чем, в принципе, сложности? Почему мы запрещаем, например, те же самые казино или игровые автоматы? И вообще, откуда ноги растут? Почему это происходит? Какие изменения в законодательстве, возможно, грядут? И, в принципе, что это за бизнес такой и чем он регулируется с точки зрения закона? Спасибо за вопрос. Вопрос, с одной стороны, очень простой, но, с другой стороны, очень сложный. Как все в нашей жизни. Да, как все в нашей жизни. Основной принцип – простота, но в этом и заключается вся сложность. Дело в том, что я сейчас в общем свою позицию скажу. Я считаю, что игровой отрасли, в смысле бизнеса, то есть игра на риск, никто в нашей стране фундаментально глубоко не занимался. То есть, понятно, возникали объективные предпосылки для того, чтобы регулировать те или иные игры, основанные на риске. Поэтому это делали. Но фундаментально этим вопросом не занимались. Вот вы мне задали вопрос о том, какими законами регулируется данная деятельность. Даже если мы проведем самый общий поверхностный анализ, мы действующим законодательством, мы увидим, что какие-то нормы самые общие содержатся в гражданском кодексе. Ну, это любой бизнес регулируется общими нормами. Это понятно. Да. А специальные? Специальные нормы. Вот я об этом и хотел сказать. На сегодняшний момент есть два закона специфических, специальных. Это закон о лотереях 138 ФВЗ и закон о государственном регулировании организации проведения азартных игр 244 ФВЗ. Но достаточно долгое время, а этот закон, я напомню, был принят в конце 2006 года, действовала, ну и действует в настоящее время, глава 29 Налогового кодекса Российской Федерации, где в 364 статье дано понятие игорного бизнеса. И под игорным бизнесом понимается предпринимательская деятельность, связанная с извлечением дохода от азартных игр. То есть, вот, да, видите, какое интересное, какое интересное действующее законодательство. То есть, азартные игры в виде казино и игровых автоматов начали получать распространение на территории Российской Федерации с начала 90-х годов, после распада Советского Союза. А специальный закон появился только практически лет через 15, в конце 2006 года. А потом их дружно изгнали. Да, да, и этот закон был связан больше с нерегулированием данных отношений, а с запретом осуществления азартных игр в виде казино и игровых автоматов. Тотализаторы и букмекерские конторы разрешены данным законом на территории Российской Федерации и вне горных зон. А до этого была всего лишь глава 29-й, налогового кодекса, законодательного акта, который регулирует в отношении в сфере налогов. Но, тем не менее, содержит определение одного из видов бизнеса. Именно поэтому я и считаю, что унификация действующего законодательства, регулирующего деятельность по проведению игр, основанных на риске, игр в виде бизнеса, от проведения которых организатор получает доход, стоит очень острый вопрос. И очень важный вопрос об унификации этого законодательства. Я недаром начал говорить о гражданском кодексе, потому что глава 58-я гражданского кодекса организации проведения игр и парей закладывает общее положение. Затем идут два специальных закона о лотереях и о государственном регулировании организации и проведении азартных игр, 244-й закон. Но, тем не менее, понятия, как говорится, употребляемые в различных положениях, они повторяются. Допустим, в гражданском кодексе употребляется понятие пари, не дается определение, то есть употребляется как общее понятие. В 244-м законе данное понятие присутствует и дано определение этому понятию. А вот, Константин, извиняюсь, что перебил, мне просто сразу и как юристу интересно, и с практической точки зрения, а существуют ли арбитражные споры, связанные с определением, грубо говоря, понятий, когда неправильно толкуется форма бизнеса или относится к этой отрасли неправильно? Вот что касается с точки зрения именно понятий, то есть какое содержание, какое значение вкладывается в это понятие, я с такой арбитражной практикой не знаком, сколько я изучал. Скорее всего, могу предположить, такой практики нет, то есть именно по вопросу... То есть все равно споров, по крайней мере, не возникает. Да, то есть что вкладывается в это понятие. Анастасия, вы сейчас поймете, почему я данного вопроса коснулся. Дело в том, что сейчас мы смотрим телевизор, и повсеместно говорят, игорный бизнес, игорный бизнес, называя этим понятием различные сферы игровой деятельности. Но если мы обратимся к налоговому кодексу, то там же четкое определение есть. Игорный бизнес – это предпринимательская деятельность, связанная с организацией проведения азартных игр. Обращаемся к 244-му закону, там четко азартные игры перечислены. Это казино, игровые автоматы, букмекерские конторы и тотализаторы. А лотереи куда девать? 244-й закон ФЗ, да, о госрегулировании организации проведения азартных игр, нам дают ответ на этот вопрос. В части 2-й статьи 1-й данного закона сказано, что деятельность настоящего закона не распространяется на проведении лотерей и деятельность по проведению бирж. То есть лотереи, как игра… Биржа еще более-менее понятна, а лотерея, она очень близко стоит к тому, к тем видам биржи, с которыми мы сейчас обсуждаем. И биржа – это тоже в какой-то степени игра, да, как древняя, как древняя. Нет, вот здесь очень тонкий момент. В этом-то, вы понимаете, как мне кажется, и заключается основа вопроса, в каком понимании мы употребляем слово азарт. В законодательном есть 244-й закон, который четко определяет. В бытовом, социально-психологическом, эмоциональном смысле – это вопрос другой, согласитесь. То есть это понятие наверняка более широкое. Почему я, допустим, остановился на бирже? Биржа – это тоже в какой-то степени игра. Люди делают ставки на котировки, акции, валют. Вот для этого, естественно, нужны специальные знания, да, как для интуиции, и как для любой игры. Но законодатель выделил, тем не менее, что лотерея и биржи имеют отдельное законодательное регулирование. Поэтому я не соглашусь с вами до конца в том, что лотерея очень похожа на азартные игры. А биржи? Разве у людей это не вызывает азарт? Вот, вы посмотрите, прямые… Ну, и опять же, мы сейчас с вами начнем спорить, и я вот сразу в компьютер полезу толковый словарь, да, что значит слово «азарт». Вот я вам, я именно, как говорится, об этом и говорю. О том, что если мы сейчас говорим с законодательной точки зрения, то я для себя четко разделяю понятие азартных игр, это 244-й закон, и там, я считаю, достаточно четко перечислены признаки и свойства азартной игры. Есть лотерея, это тоже игра, тоже основная на риске, естественно. Мы же приобретаем лотерейный билет, тратим денежные средства, а дальше у нас существует риск. Мы либо выиграем по данному лотерейному билету, либо проиграем. Но, тем не менее, сам законодатель четко разделил эти два понятия. То есть, с законодательной точки зрения, лотерея не является азартной игрой. Вот скажите, пожалуйста, сейчас у меня просто вопрос такой именно сходу созрел. Достаточно часто, когда мы смотрим совершенно отвлеченные виды бизнеса, это могут быть просто продажи чего-то, кого-то, какой-то марки, какого-то бренда. И в рекламе используется как раз такая информация о том, что проводится какая-нибудь лотерея среди покупателей. Ну, а дальше разные масштабы. Лотерея среди покупателей, например, за годной недвижимости, там машина какая-то разыргается или еще что-то. Вот скажите, такого рода лотереи, они тоже государственно регулируются? Или это вообще отдельный какой-то пластик? Такая лотерея, вот как вы сказали, я же не знаю специфику конкретно проведения тех мероприятий, о которых вы говорили и о которых вы слышали в средствах массовой информации. Федеральный закон предусматривает такое понятие, как стимулирующая лотерея, которая проводится с целями привлечения внимания к какому-то товару, который реализуется. И тоже должно быть жестко регулировано. Правильно получается? Не то, что жестко, но отрегулировано сейчас 138 закона. Насколько жестко или не жестко, покажет время. Ну, оно, естественно, оно урегулировано. То есть, данная отрасль урегулирована. По телевизору очень часто слышны следующие понятия. Акция. Ну, акция, скидка, это уже есть другая область. Нет, даже не то, что акция и скидка. Получите какой-то подарок при приобретении, допустим, нескольких станков бритвенных. Ну, я, образно говоря, указываю на фирму-производителя. Я тоже очень часто это слышу. И у меня тоже возникают подобные вопросы. Внимание, акция, сделайте такие-то, такие-то действия, связанные с приобретением того или иного товара или услуги, и получите определенную преференцию. Одно дело, когда получить можно гарантированно, просто потому что акция. Другое дело, когда можно получить шанс что-то получить. Вот такая вот формулировка у меня получилась. Здесь как раз мы получаем тот самый риск. Да, я понимаю. Это уже будет лотерея, то есть самая симулирующая или какому-то иному виду? Или это, скажем, способ обхода закона? Нет, я не могу сказать, что это способ обхода закона. Дело в том, что моя позиция следующая по этому вопросу. Закон, он такой, какой есть. Он написан. И пишет его не бизнес. И вот пишут государственные органы, высшие органы государственной власти. Есть определенный, сами знаете, процесс принятия закона. А бизнес уже исполняет и, естественно, применяет данные законы. Константин, я извиняюсь, я вас перебью, потому что мы должны сейчас выслушать новости и вернуться в эфир. Итак, я напомню, что обсуждаем мы сегодня такую тему, как игорный бизнес, лотерея, букмекерский бизнес. И у меня в студии Константин Макаров, кандидат юридических наук, исполнительный директор ООО «Бинго Бум». Константин, я вас перебила до новостей. На самом деле мы обсуждали, немножко отошли, может быть, от непосредственно темы сегодняшней беседы. Но мне, наверное, жизненно, даже не как юрист, не как ведущий программу, мне жизненно было интересно узнать о тех лотереях, стимулирующих, вы сейчас их определили уже, которые проводятся для привлечения внимания покупателей к товару или бренду. И мы стали говорить с вами об акциях. Вот в данной ситуации обсуждали такой вопрос, что акция бывает в различных, собственно говоря, видах, и некоторые из них, в общем-то, тоже связаны с риском. Когда идет определенная реклама, для того, чтобы, опять же, привлечь внимание к определенному товару или бренду, или наименованию продавцу, неважно. Но при этом не дается никакой гарантии, что если будет приобретен рекламируемый товар, то обязательно будет что-то получено по акции. Я с вами полностью согласен. Но здесь есть небольшая тонкость. Понятие риск можно применить к любому явлению нашей жизни. Но приобретая товар, да, вы теряете денежные средства. Но вы приобретаете эквивалент стоимости. Правильно? То есть, вы приобретаете товар. Ну, сейчас мы тогда начнем с вами обсуждать по поводу закона рекламы и вообще правильной рекламы, добросовестной и так далее. Я сейчас вам объясню свою мысль. То есть, в целом, я бы хотел все-таки перейти к нашей основной теме. В целом, что касается акций, вполне возможно, конечно же, они содержат степень риска. И вполне возможно, они даже обладают признаками стимулирующих лотерей. И может быть, в идеале, до юра, и, так сказать, компании, которые проводят эти акции, может быть, и должны действительно подавать, составлять соответствующие документы для проведения стимулирующих лотерей. Может быть. Скорее всего, нужно. Но называют это акцией и ничего не подают. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Такие ситуации вполне возможны. Я таких конкретных ситуаций не знаю. Назвать не могу. Я сразу подумала, что можно как по закону рекламы и защите прав потребителей с ними, может быть, и посудиться, если будет такой интерес. Я еще раз говорю, завершая данный вопрос, по которому мы немножечко отошли от нашей основной темы. Я считаю, что каждую ситуацию нужно, естественно, оценивать индивидуально. Но вполне возможно, что признаки, естественно, стимулирующей лотереи могут быть. А вот скажите, Константин, вернемся уже более к предметной теме, предмету сегодняшней беседы. Но все равно я хотела спросить вас именно о лотереях уже, которые мы не скрываем под другими именами, не обязательно стимулирующие. Что должна сделать компания в общем, которая хочет провести лотерею? И стимулирующую, я понимаю, что это немножко отдельная тема. И, в принципе, лотерея. Вот я хочу лотерейный билет продавать возле метро. Я вас понял. Я, с вашего позволения, более предметно остановлюсь именно на проведении не стимулирующих, а так называемых классических лотереях, которые, естественно, мое такое понятие классические лотереи. Под ними я понимаю лотереи, которые проводятся в соответствии с разрешением уполномоченного органа, срок их проведения 5 лет, в соответствии с действующим законодательством для негосударственных лотерей, и которые, проведения точнее, для проведения которых необходимо получить разрешение у комитетного органа. Выдается на конкретную одну лотерею или один вид, или один способ, какое-то распределение вот этих механизмов внутри, я даже не знаю, как назвать. Что касается, я вам объясню общий порядок в соответствии с действующим законодательством. Поскольку я представитель негосударственной лотереи, я и акцентирую свое внимание, естественно, на проведении негосударственных лотереев. Федеральный закон 138-й о лотереях четко предусматривает порядок получения разрешения на проведение лотерей. Статья 6-я четко регулирует получение данного разрешения. Есть перечень документов, которые... Ну, в двух словах. Мне нужны документы, потому что, понятно, что мы сейчас не идем подавать их. Я в двух словах следующий. То есть, юридическое лицо, претендующее на получение разрешения, должно составить условия проведения лотерей, где и прописано в том числе алгоритм, говоря бытовым языком, механик, а точнее алгоритм определения выигрышей. То есть, правильно ли я понимаю итогово, что разрешение выдается на одну конкретную лотерею? Если одно и то же юридическое лицо хочет три разных провести, оно должно получить три разрешения, либо оно, наоборот, на себя, на свое имя, на юрлицо. Юрлицо может получить хоть 10 разрешений. Но я воспользуюсь вашей формулировкой. Каждое разрешение получается, выдается, прошу прощения, выдается на основании рассмотрения условий. А каждое условие предусматривает отдельную механику. Компания предусмотрела несколько механик, говоря бытовым языком. Получила несколько разрешений. Да, я разработала несколько условий, получила несколько разрешений. А какое государственное регулирование? Вот мне всегда было интересно, я периодически покупаю, честно могу сказать, всякие лотерейные билеты. Не могу сказать, что я выиграла что-то больше, чем в два раза его стоимости. Но, тем не менее, мне всегда было интересно, а действительно ли выплачиваются, выдаются те выигрыши, которые всегда пишутся, естественно. Я могу... И кто это может проконтролировать? Значит, я могу сказать за тех компаний, в которых я работал до этого, лотерейных компаниях, и в которых я работаю сейчас. Компании Бинго Бум. Компании Бинго Бум все выигрыши выплачиваются. Как осуществляется контроль? Понятно, что мы сейчас говорим в идеале. То есть, возможная невыплата выигрыша участнику лотереи, она в какой-то степени латентна. Но об этом может стать известно по результатам жалобы, допустим. Хорошо. Это если человек купил билетик. Я условно рассказываю, на каких-то пальцах, когда скажем. Купил билетик, там написано. Вы выиграли рубль. Он пришел в компанию, сказал, вот дайте мне рубль. Говорит, нет, вот там почему-то какие-нибудь формальные признаки, почему они не выплатят, но отказывают в результате. А может быть другая ситуация, о которой я пытаюсь спросить, просто немножко, наверное, мне сложно это объяснить. А для того, чтобы получить разрешение, как вы только что сказали, нужно объяснить вот эту механику, алгоритм. Изложить в условиях. Да, изложить в условиях. Но в процессе, банально, печати лотерейных билетиков, грубо говоря, эта механика может быть нарушена. И выпущено, допустим, больше билетов, которые не выигрышны, и меньше билетов, которые выигрышны. К примеру, тогда человек, купивший этот билет, он не будет знать, что его кто-то обманул, потому что он купил, там написано, нет выигрыш, но нет и нет. А как проконтролировать, что реально лотерея произошла в соответствии с этим алгоритмом? Это уже контролирующий орган в лице Федеральной налоговой службы и действующих ее обособленных подразделений, структурных, прошу прощения, структурных подразделений, осуществляет плановые и внеплановые проверки в процессе которой... Ну, это налоговые. Или все-таки осуществляются проверки именно соблюдения механизма и алгоритма самой лотереи? Так, я вам о чем и говорю. Вы мне задали вопрос, как осуществляется государственное регулирование. Органом, уполномоченным осуществлять контроль за проведение лотереи, является Федеральная налоговая служба и ее структурные подразделения. Структурные подразделения ФНС и Федеральная налоговая служба сама может проводить плановые и внеплановые проверки. Плановые проверки проходят, ну, согласно их плану. Внеплановые проверки проходят по результатам поступления каких-либо жалоб, сообщений о том, что в данной лотереи, допустим, не выполнены вырушения, либо еще есть какие-то нарушения. В таком случае структурные подразделения ФНС проводят проверку, если, и дальше механизм четко в законе прописан, если выявлены нарушения, выписывается предписание об устранении данных нарушений. Предписание не исполняется, фиксируется, естественно, злостное нарушение действующего законодательства, регулирующее деятельность по проведению лотереи. И, как крайняя мера, это отзыв разрешения на проведение лотереи в судебном порядке, параллельно с приостановлением деятельности данного разрешения. А вообще часто бывают такие ситуации на практике? Или это больше теории, никто не хочет терять разрешение? Нет, на практике мне известно, вы имеете какие случаи? Случаи нарушения условий? Отзывы разрешения, да. Ну, я имею в виду уже последствия. В моей конкретной практике известны случаи, когда проводились проверки, контролирующим органам выявлялись нарушения, в судебном порядке пытались отозвать разрешение, однако арбитражные суды не приняли во внимание, посчитали, что доводы проверяющих органов недостаточны, иск не был. Ну, здесь уже стандартная у нас, в общем, процедура, только с единственным, но государственный орган должен был доказать правомерность своих протязаний в данной ситуации. Абсолютно верно. Но это уже у нас не узко специализировано. Понятно, что и обжалование, например, действий, бездействий, незаконных и решений государственных органов может в арбитражных судах производиться по различным абсолютно областям деятельности предпринимательского, скажем так, бизнеса. Ну, хорошо, Константин, это я на лотереях зациклилась, потому что мне было действительно просто как обывателю интересно, как человек, который иногда покупает лотерейный билет. А что касается тех видов вот этой категории бизнеса, которые разрешены сейчас не в игорных зонах, то есть в том числе разрешены и в городах, например, в той же Москве. Это, вы сказали, тотализаторы и букмекерская деятельность. Чем она регулируется и, собственно говоря, каковы ее особенности с законодательной точки зрения? Опять же, эта деятельность регулируется в федеральном законе номер 244 ФЗ о госрегулировании, деятельность в организации проведения азартных игр. Есть ряд подзаконных актов, которые касаются данного вида деятельности. Также, естественно, положение главы 29 налогового кодекса, в части налогового обложения, естественно, устанавливают ставки. Каких-то существенных особенностей регулирования я бы не выделил, потому что в 244 Загоне четко прописаны требования к букмекерским конторам, к тотализаторам. Букмекерская контора разделяется на процессинговый центр, где идет обработка информации. Пункт приема ставок, где принимаются ставки на исход тех или иных событий, на которые принимают ставки букмекерские конторы. Четко предъявляются, еще раз повторюсь, требования к помещениям, где это может находиться. Обязательным условием осуществления дады вида деятельности является его лицензирование. Причем организация и достаточно очень строгие требования для получения лицензии. После получения лицензии каждый адрес, где фактически осуществляется деятельность по организации проведения азартных букмекерских конторах и тотализаторах, должен быть вписан в данную лицензию. То есть, государственное регулирование достаточно четко и в нормальном понимании жестко осуществляется данного вида деятельности. То есть, государство, приняв этот закон и потом поправки и изменения, я считаю, предусмотрело достаточно четкий механизм регулирования таких видов азартных игр, как букмекерские конторы и тотализаторы. Нашим слушателям я напомню, что сегодня мы обсуждаем игорный бизнес, и лотерейный, и букмекерский бизнес. У меня в гостях Константин Макаров. И мы сейчас выслушаем новости и обязательно вернемся через две минуты в эфир. Итак, обсуждаем сегодня игорный, и лотерейный, и букмекерский бизнес. Константин Макаров, кандидат юридических наук, исполнительный директор ООО «Бинго Бум». Сегодня в качестве эксперта у меня в студии мы обсуждаем эту тему. Тему непростую, потому что меня интересуют даже не столько, возможно, бизнес-вопросы, а мы сейчас к ним все-таки должны обязательно перейти, Константин, сколько меня, опять же, начинает интересовать механизм. Я понимаю, что у букмекеров, наверное, не такой разброс вариантов, как это все может, скажем так, происходить, но хотелось бы тоже вас спросить. А вот есть вещи, которые мы видим. Мы приходим, хотя я не могу сказать, что я являюсь клиентом букмекерских контор непосредственно, но, тем не менее, много раз их, скажем так, наблюдала, и имею самое что ни на есть общее представление о том, как они работают. Приходит человек, который хочет сделать ставку, если я правильно понимаю, на то или иное событие, на которое эта контора ставки принимает. И, соответственно, он делает ставку в определенном процентном соотношении, что если он выиграет, он уже знает, сколько он получит. Правильно я понимаю или нет? Ну, в процентном соотношении, естественно. Ведь что такое ставка? Ставка – это… Ставка – это оплаченная комбинация. Можно так ее назвать. То есть, заранее оплаченная комбинация. Ваша ставка – это прежде всего что? Это денежные средства, которые вы внесли на тот исход, который вы предполагаете, что он наступит. Дальше букмекерские компании, тотализаторы разрабатывают на основе аналитической информации так называемые коэффициенты. То есть, соотношение наступления того или иного события. Да, вероятность соотношения. То есть, насколько вероятность, я просто слово «соотношение» применил, играют две футбольные команды. Кто-то всегда лидер, исходя, если, допустим, предыдущих матчей. Каждая букмекерская контора определяет коэффициент. То есть, насколько возможно, что команда А выиграет. Понимаете, да? Или команда Б, насколько возможно, выиграет. Таким образом, коэффициенты регулируются. В зависимости от этих коэффициентов, естественно, будет зависеть и сумма выигрыша, если человек поставил на то событие, которое наступит. А вот вопрос такой. Вот эти коэффициенты, эти вероятности. Каждая букмекерская контора самостоятельно просчитывает? То есть, может быть, 10 букмекерских контор, у которых коэффициенты будут разные. Правильно я понимаю? На сегодняшний момент, как вам сказать, наверное, букмекерские конторы, я почему скажу «наверные», потому что, естественно, я не могу сказать за всю массу букмекерских контор, конечно, уже придерживаются определенной нормы, норм понятия относительные. Сейчас помечу, что я скажу. То есть, естественно, существуют очень серьезные, допустим, международные компании, которые формируют аналитическую информацию, формируют коэффициенты. Многие российские компании ориентируются на них. Либо берут аналитику с таких компаний, как БФУ. Не водорство, а лукаво, просто пользуются этим источниками. А других крупных компаний, которые, естественно, формируют аналитическую информацию и коэффициенты. Некоторые пытаются, допустим, с собственным аналитическим центром просчитать коэффициенты. В среднем коэффициенты практически везде одинаковые. Иногда отличаются. И дальше уже это все зависит от профессиональной подготовки игрока, который делает ставку. Как вы сказали. Это уже клиент, а я как раз смотрела с другой. Нет, я плавно перешел, как вы сказали. То есть, вы, допустим, придете, как человек, ни разу не ставивший ставку, и ради интереса попробуйте поставить. Вы, может быть, не обратите внимания на эти коэффициенты. Люди, которым это интересно, они отслеживают коэффициенты. В советском спорте, в других изданиях. Они еще и публикуются. Абсолютно верно. Входят в пункты приема ставок и смотрят. А на какое конкретно событие принимать ставку и по каким коэффициентам? Понимаете, да? Кроме того, ведь некоторые букмекерские конторы, допустим, страхуются. То есть, они определяют максимум ставки. Предположим, на это событие мы готовы принять только тысячу рублей. Не больше. А другая букмекерская контора готова принять 10 тысяч рублей. Это тоже очень сложный спектр игровой индустрии. Поэтому люди, которые играют в букмекерских конторах, это, как правило, профессионалы, специалисты, которые следят за потоком информации. А вот, Константин, нашим слушателям, и, признаюсь, мне тоже, расскажите, с чем отличается букмекерская контора от тотализаторов? Букмекерская контора – это вид азартной игры, точнее, место проведения азартных игр, где организатор азартной игры, я объясню на бытовом уровне, чтобы вам было понятно, где организатор азартной игры играет со своими посетителями, со своими игроками. Вы пришли ко мне, я принял от вас ставку, и если вы выиграли, я отдам вам денежные средства. Если вы проиграли, я, естественно, денежные средства, как говорится, заберу. Тотализатор – это некий посредник. То есть, тотализатор – это… И игроки с игроками через посредник. Да, абсолютно верно. То есть, это вид азартной игры, при котором организатор организовывает игру между двумя или многими игроками и получает некую, говоря бытовым языком, комиссию, вознаграждение за то, что я это организовал. А вот несколько лет назад, если мне не изменяет память, на Щелковском автовокзале в Москве, работал тотализатор по следующему принципу. Стоял лототрон, люди приходили. Лототрон. Обычный лототрон. Откуда выпадали шарики? Люди приходили, раздавались квитанции, все поддерживали определенный вид ставки и играли между собой. Тотализатор, работники организатора собирали банк, запускались события. То есть, люди делали ставку на упадение шаров из данного лототрона. И потом, естественно, определенную комиссию, процент, тотализатор забирал себе как организатор. А среди победителей… Гениально просто. Да, все абсолютно верно. А вот скажите, тоже такой вопрос, немножко не бизнес-вопрос, наверное, и даже не юридический. Но перед тем, как мы от этих полужитейских бытовых тем отойдем, хотела вас все-таки спросить. Вот смотрите, казино, игровые автоматы. Есть люди, ну сейчас даже в гражданский кодекс прописали, по сути, игроманию. Есть люди, которые, и уже можно сказать, что и по мнению законодательства тоже обладают определенной формой зависимости. Я общалась в свое время с различными врачами, которые… Ну, по крайней мере, те врачи, с которыми я на эту тему говорила, они подтверждают, что это также форма зависимости. Частично может с алкоголизмом быть схожа, частично с наркоманией. Разная, может быть, механика описывается врачами, но они стоят на точке зрения, что это зависимость. Их вывели в игорные зоны соответствующие для того, чтобы меньше втягивать людей в эту зависимость. А тотализаторы и, соответственно, люди, которые играют на тотализаторах и делают ставки в букмекерских конторах, они… Это просто азарт или это все равно форма зависимости? Ваше личное мнение какое? Вы понимаете, мы сейчас опять начинаем оперировать очень широкими, емкими понятиями. Но давайте в бытовом смысле слова. Мы все понимаем, что такое азарт. Мы сейчас не говорим о том, что нам нужно с вами написать исковое заявление или жалобу на действие налогового органа, в котором четко расписать понятие каждого термина и повернуть это еще желательно в свою пользу. А вот в бытовом смысле слова, в бытовом, так же, как слушают все наши слушатели. В бытовом смысле я считаю, что при игре в букмекерской конторе тотализатора и тотализаторы в среднем человек, конечно, испытывает меньшую увлеченность. Понимаете, да? То есть увлеченность и задор. Почему? А потому, что цикличность игры медленнее. Начался футбольный матч. Он идет два... Абсолютно верно. Да, есть, конечно, возможность поставить ставку на первый гол. Но неизвестно, когда он произойдет. Или как закончится первый тайм, предположим. Или первый период в хоккее. Что касается игровых автоматов и казино, карточных различных игр, то там цикличность игры достаточно выше. То есть результат предполагаемого события наступает во времени быстрее и чаще. То есть помните, как работают игровые автоматы. Купюроприемник. Загружается купюра того или иного номинала. Появляются кредиты. Человек начинает нажимать на кнопки. Барабаны крутятся. 15 секунд. Абсолютно верно. 10, 15. Может быть, еще медленнее. Может быть, чуть быстрее. То есть цикличность игры и результат игры происходит гораздо больше. То есть можно за одно и то же время больше успеть. Абсолютно верно. Больше проиграть, больше выиграть. Константин, хотел бы задать такой вопрос. А вот если мы смотрели немножко сейчас со стороны людей, которые пользуются услугами, тотализаторов, букмекерских контор, или, как я, покупаю лотерейные билетики, допустим. А если взять с точки зрения непосредственно самого бизнеса, как форму, насколько этот бизнес, ну, можно назвать так общим словом, рискованный, и именно применительно к законодательству. То есть насколько тяжело в этом бизнесе находиться, и как часто вообще эти законы меняются и вынуждают предпринимать какие-то различные действия. В том числе, например, по размеру уставных капиталов. Я слышала, что тоже сумасшедшие совершенно вещи с теми же букмекерами происходили. Но вот сам факт. Тяжело это, легко ли, или это просто одна из форм бизнеса? Вы знаете, конечно же, я считаю, что, не буду уповать, но в целом, если мы анализируем какой-то период времени, я считаю, что, конечно же, работа в данном сегменте бизнеса нестабильна. Да, она связана с риском. Да, как вы сказали, она связана с заболеванием, так называемой лудоманией. То есть игровой зависимость. Ну, есть такая, как говорится, сформулировка. Но это бизнес. И, естественно, любому бизнесу очень хочется стабильности. То, что он требует регулирования, это однозначно. Более строгого регулирования, как, может быть, другие формы бизнеса, это тоже однозначно. Но хочется стабильности. Дело в том, что… Мне кажется, тогда нужно другой бизнес выбирать, а не тот, который изначально связан с риском. Нет, ну, вы понимаете, любой бизнес, как говорится, с риском связан. Это я немножко отвлекусь, буквально на минуту, как вы говорите. Даже в Гражданский кодекс внесли понятие «игровая зависимость». Да, с вами согласен. И люди, может быть, проигрывают быстрее. А если мы обратимся к статистике, сколько людей из-за алкогольной зависимости потеряли все. Такая же статистика тоже есть. Но только дело в том, что, исходя из истории, я недавно в программе слышал, алкогольную продукцию и спирт в Россию завезли. Как я читал историческую справку, виноградный спирт завезли в XIII-XIV веке, а вот казино и игровые автоматы, ну, мы не берем, так сказать, до советский период истории, да, в постсоветский период, только 15 лет это существует, да, 15-16, около 20 лет. Ну, что-то у нас алкоголики-то никуда не делись, со временем не перевелись с XIII века. Вот видите, о чем я и говорю. Знаете, я сейчас коснусь одного вопроса. Понятно, что это зависит от сознания каждого человека. Бывая за границей, в том числе на выставках, на международных, касающихся игрового бизнеса, я общался с менеджером крупной мировой компании, одной из крупных мировых компаний, которая занимается различными видами игрового бизнеса. И он мне сказал свое частное мнение, но, тем не менее, давайте подумаем над ним. Он сказал, говорит, у вас в России люди воспринимают, ну, он сказал, в общем, игру в автоматы как форму заработка. Поэтому, говорит, у вас бабушки ходят в игровые автоматы, ходили до этого. Говорит, а мы позиционируем игорный бизнес, азартные деятельности, как элитный вид отдыха. То есть, говорит, вы понимаете, в чем различие? Да, человек говорит всего лишь свое субъективное мнение. Говорит, вы понимаете, в чем различие? Человек, воспринимающий это как отдых, он уже... Готов платить за отдых. Абсолютно верно. Он уже с этими деньгами расстался. А человек, который воспринимает это как форму заработка, он надеется потратить мало, получить больше. Именно поэтому у вас такие, это слова иностранца, у вас поэтому такие социальные катаклизмы, ну, он так сказал, в общем виде, и происходят. Потому, что бабушки потом бастуют. То есть, что-то последнее ничего не выигрывает. Да, абсолютно верно. Как ситуация с МММ, между прочим. Абсолютно верно. Я говорю, я, прошу прощения, закончу свою мысль. Очень часто сейчас звучат фразы, и они звучат в течение уже нескольких лет. Олег, у нас нет в России культуры игорного бизнеса. Да, культуры игорного бизнеса. Культура азартных игр. Да, но я отвечу на этот вопрос. А что мы сделали для того, чтобы эту культуру создать? Как мы говорим, тяжело работать в бизнесе. Да, он связан с риском для людей. Значит, нужно его отрегулировать, не запретить. Запретный плод, он всегда сладок. Это сказано из Библии. Как вы говорите, игровые автоматы и казино запрещены вне игорных зон. Но я думаю, для вас не секрет, потому что по телевизору постоянно показывают. Все вопросик только что на бумажке записал. Да, происходит. Ну что, Константин, давайте. Это, кстати, интересный вопрос. С подпольными казино и запрещенными видами. То есть люди же играют? Но мы выслушаем новости. Две минуточки и обязательно вернемся в эфир. Итак, мы обсуждаем сегодня игорный лотерейный букмекерский бизнес. В студии у меня Константин Макаров, кандидат юридических наук и исполнительный директор ООО «Бинго Бум». Мы прямо перед как раз перерывом на новости начали, затронули, прям буквально одним словом, затронули тему подпольных казино и, ну, собственно, игровых автоматов тоже, потому что это, если мне не изменяет память, как раз два вида вот того самого бизнеса, который мы сегодня говорим, которые вывели в специальные резервации. Да, запрещены вне игорную зону. Да, да. Скажите, пожалуйста, опять же, обывательский вопрос задам. Вот если вдруг я сейчас захочу поиграть в казино, вот мы с вами сидим в студии, которая находится в Москве, и, собственно говоря, вот выйду я из студии, мне будет сложно это сделать или нет? Я думаю, лично вам, если вы раньше не играли в казино игровых автоматов, и у вас нету связей… А в интернете? Сейчас давайте мы, как говорится, об этом чуть позже поговорим. То есть, меня никто не позовет и не проведет в тот самый подвал, да? Да, абсолютно верно. Вы же сейчас задали вопрос про так называемые физические точки, которые находятся в нашей реальной действительности. Правильно, предположим, там, может быть, через два квартала, где-то в каком-то доме, всего лишь предположил. Естественно, если вы до этого играли, если вы занесены в базу, были в базе крупных казино, то, скорее всего, вам, может быть, уже и приходили смс-ки с просьбой… Заходите в гости. Абсолютно верно, да, заходите в гости. Кроме того, вы затронули еще очень важный вопрос. Игры онлайн. Да, в соответствии с 244-м законом организации проведения азартных игр в сети интернет запрещено. Очень емкое понятие. Все гадают, и каждый, исходя из своего правового опыта, вкладывает свое понимание в эту емкое понятие. Что значит запрещено? Ну, есть некая практика. То есть, считается, опять же, да, она достаточно относительная. Если сайт зарегистрирован на территории Российской Федерации, значит, это незаконно. После слова «если» уже можно не продолжать, да? Потому что можно где угодно его зарегистрировать и физически разместить. Абсолютно верно. Мы подходим к очень важному вопросу, с чего мы начали свою программу. Люди-то играют. Запретили. Но люди играют. Играют в подпольных казино. Играют в интернете. Тратят огромные деньги. Все это неучезный поток денежных средств. Все это поток денежных средств, не облагаемых налогом. То есть, вы сторонник того, чтобы все-таки вернуть их из резервации обратно и легализовать? Если мы говорим про организацию и проведение азартных игр в виде казино и игровых автоматов, я считаю, что нужно очень комплексно и глубоко подойти к этому вопросу. Понятно? Так, ведь смотрите, какой момент. То, что было в 2006 году, я считаю, как специалист в этой области, это результат абсолютного неурегулирования. Мы с вами об этом и говорили. 244 закон, который регулирует данный вид бизнеса, появился в декабре 2006 года. А игорный бизнес развивается с начала 90-х годов. То есть, 12, 13, 14 лет данный вид бизнеса был абсолютно неурегулирован. Только налоговые ставки. И общее понятие в 29 главе налогового кодекса. Регулирования не было. То есть, это и все разрослось. Понимаете, да? Нерегулированно. Что привело к жесткому запрещению. А если цивилизованно, подойти к данному вопросу. Мы говорим о международном опыте. Да, в некоторых странах они действительно есть. Так называемых резервациях, как вы сказали, в игорных зонах. Это мое собственное слово, а не юридическое. А я понимаю, это бытовое слово. Может быть, так нашим слушателям будет более понятно. А в некоторых странах, европейских, они вынесены за пределы городов. Государство участвует в организации проведения азартных игр. Если мне не изменяет память, в Италии обязательная доля государства казино. То есть, вопрос регулирования. Вы знаете, когда 244 закон был принят, его вступление в силу имело несколько этапов. То есть, вступили в силу общие положения. Как говорится, до 1 января 2007 года нужно было сделать определенные действия, чтобы продолжить работу. А с 1 июля 2009 года только было запрещено проведение игорного бизнеса вне игорных зон. В виде казино и игровых автоматов. Разные мысли высказывались. Как предположить, допустим, разрешить зал игровых автоматов в пятизвездочных отелях. При гостинице. Интересный момент. Интересный. То есть, гостиница это всегда, или дорогой отель, это всегда место средоточения людей, богатых, приехавших в коммунистерство. Которые вряд ли заработать придут к автоматам. Да, но я образно говорю. Вы понимаете? Или предусмотреть иные действия. У нас в соответствии с законом 4 игорные зоны. Вы же представляете карту Российской Федерации? Представляете. И знаете, что это Алтайский край, Приморский край, Калининградская область. И самая ближайшая территория Краснодарского края. То есть, зоны удалены. Их осваивать очень тяжело. И, естественно, это тоже связано. Это тоже влияет на доступ. Но только наши граждане Российской Федерации едут играть куда? В Белоруссию. И я не первый, кто об этом говорит. Правильно, потому что до Минска 700 километров, а до Краснодара 1500 или 1300. Это прекрасные программы, которые я смотрел в июле 2010 года. Год в зоне. Так эта программа и называлась. Если мне не изменяет память, я эту программу транслировали по «Россия-1». Были иные программы, связанные с этой тематикой, в которых достаточно четко проводился анализ данных вопросов. В интернете я даже встречал статьи, написанные сотрудниками полиции о том, что сотрудниками полиции, которые должны бороться с незаконной азартной деятельностью, которые писали о том, что действительно экономических оснований для подобного определения зон их и не было. Там не проходят никакие туристические маршруты, понимаете, да, никакие серьезные транспортные… Транспортные. Резервация, в том смысле, слово. Да, транспортные пути проводились. В том числе аналогии с международным опытом, где в других странах размещаются эти объекты. Поэтому, если этот вопрос состоит о возврате, к этому вопросу нужно подойти очень фундаментально. Нужен, естественно, прямой контакт с представителями данного бизнеса, чтобы не повторилось то, что уже было. То есть, если регулировать, то регулировать достаточно жестко, ну, как говорится, с возможностью допущения. Мне, допустим, я говорю лично сейчас свое субъективное мнение, мне, допустим, понравилось, как урегулировали продажу алкоголя. Установили четкое время, с которым запрещено продавать. То есть, его же не запретили, в принципе, да, можно употребить и можно купить в магазине. Но от и до запрещено. Нельзя продавать алкоголь. Можно пойти в бар, в ресторан. А казино наоборот. С того момента, когда нельзя алкоголить, до того момента, когда его можно покупать ночью. И прививается к культура. Факт остается следующим. То есть, люди, как играли, так играть и будут. Ну, только мимо государства. Абсолютно верно. Только до этого государство было получателем большого объема налогов. А причем, вы знаете, я вспоминаю первые месяцы 2009 года, поскольку следил за информацией и работал уже в игровой отрасли. Да, Москва говорила, мы не почувствуем на себе потерю налоговых поступлений. Москва – это столица Российской Федерации. Очень богатый субъект. А другие регионы почувствовали. Поскольку налог был региональный. А вот еще у меня вопрос. Мы заговорили о государстве. У нас буквально три с половиной минуточки осталось эфира. Я хотела вас, Константин, вот о чем спросить. По поводу вернуться немножко к лотереям сейчас. Мы просто говорили государство – государство. И, собственно говоря, правильно ли я понимаю, что сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы лотерея вообще проводила государство? И как вы к этому относитесь? Сейчас такой вопрос действительно обсуждается. Я отношусь следующим образом к этому вопросу. Во-первых, государство уже проводит ряд лотерей. Что касается введения исключительно права государства на проведение лотерей, я считаю, что это недостаточно обоснованно. По той простой причине, что, во-первых, в Конституции Российской Федерации установлена свобода предпринимательской деятельности. А лотерея – это сфера отдыха и развлечений. Ну, государственная монополия у нас на все что угодно, по сути, может быть. Нет, я понимаю, но для этого должны быть аргументы серьезные, экономические, понимаете, да, там, или, допустим, защита нации от чего-либо. Я лично таких, прошу прощения, я таких аргументов не вижу, понимаете. Откуда ноги растут тогда? Откуда ноги растут? Ну, вы знаете, во ведомостях и в «Коммерсанте» была опубликована статья недавно, да, буквально неделю назад, о том, что государственные структуры в лице Минфина и Минэкономии развития сейчас обсуждают вопрос о либерализации лотерей, закона, да, о лотереях, в свете того, если будет, да, введено исключительно право государственное проведено лотерей. Может, вообще закон отмениться, собственно говоря, оно само у себя будет разрешение получать и так далее, да? Ну, не надо забывать, да, то есть там хотят розыгрыш вести каждые пять минут, продажа, участие в бестиражной лотерее через интернет, без продажи лотерейного билета. Это, конечно, все интересно, но мне непонятно, почему частный бизнес не может этим вопросом заниматься индивидуально, либо в взаимоотношениях с государством, понимаете? Но только не на праве оператора государственной лотереи, а на праве организатора негосударственной лотерей негосударственными компаниями, проводящими негосударственные лотереи. Накоплен огромный опыт проведения данных игр лотереей. Огромный опыт. В частности, я приведу примеры, такие, как целевые отчисления. То есть вы знаете, что организатор лотереи обязан отчислять денежные средства на социальные значимые объекты и мероприятия. Так вот, опять же официально, в газете «Коммерсант» год назад, в мае, в конце весны 2012 года, был опубликован план о целевых отчислениях от государственных лотерей на 2012 год. Он составлял 616 миллионов рублей. Одна наша компания официально перечислила на социальные значимые объекты мероприятия за 2012 год более 800 миллионов рублей. — Константин, вынуждена на этой хорошей ноте закончить уже программу, потому что у нас совсем нет времени и много чего я, кстати, не успела спросить. Напомню нашим слушателям, Константин Макаров, кандидат юридических наук, исполнительный директор ООО «Бинго Бум», был сегодня в студии. Спасибо каждый четверг в 11.00, «Формула права» в эфире. Константин Макаров, кандидат юридических наук, исполнительный директор ООО «Бинго Бум»